Здравствуйте, уважаемые коллеги! Надеюсь, слышно и видно меня хорошо. Давайте начнем наш сегодняшний с вами вебинар, тема которого «Инновационные приемы и тексты и обучение чтения». Сейчас у нас начался наш учебный год. Ну, не прямо сейчас, уже два месяца прошло, и, естественно, наша злободневная тема – это чтение. Мы понимаем, что это тот навык, без которого дальнейшее обучение, ну, можно сказать, практически невозможно. Мы с вами понимаем, что если ребенок у нас не умеет читать, либо он плохо читает, соответственно, все остальное обучение ему будет даваться либо очень сложно, либо не будет даваться вовсе. Итак, начать хотелось бы наш вебинар со следующих слов. Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя. Мы отлично с вами понимаем, что без чтения сейчас у нас никуда. Да, мы можем давать ребенку информацию в виде видео каких-то обзоров, картинок различных и так далее. Но ту же самую задачу по математике, то же самое задание по грамматике, по окружающему миру ребенку все равно придется прочитать. Либо это делает кто-то из взрослых на первое время, да, либо же это делает у нас сам ребенок. Здесь можно сказать словами Сухомленского о том, что можно жить и быть счастливым, не овладев математикой, но нельзя быть счастливым, не умея читать. Тот, кому недоступны искусства чтения, милоспитанный человек, нравственная невежда. Выражение «уметь читать» включает в себя широкий список от понятий. От умения складывать услуги в слова до умения не только прочитать текст, но и осознавать его. Эмоционально отзываясь на каждый поступок героя, переживая за него, отзываясь на каждый поступок и переживая. Что это значит? Мы все с вами понимаем, да, что в начале обучения чтения мы просто учим сначала ребенка произносить слова. Но нам не настолько важно, да, чтобы он просто произносил слова. Нам важен тот момент, чтобы ребенок понимал полученную информацию. Вот в чате, пока мы с вами, пока Татьяна Викторовна говорила вам приветственную речь, я, ну, так, подсматривала, да, где, кто у нас работает, когда вы представлялись. Я видела очень большое количество воспитателей и тех, кто работает либо в школе, либо в детском саду. Мы все с вами понимаем, что даже не сложно научить ребенка читать. Сложно научить его так читать, чтобы он понимал то, что он читает. То есть то, чтобы он воспринимал информацию. Наверное, у многих из вас есть дети, у которых скорость чтения очень высокая. Но при этом, когда ребенок прочитал, и дальше вы начинаете выяснять уровень восприятия текста, вы понимаете, что уровень восприятия там не 80, не 70%. Ребенок помнит какие-то определенные моменты, и это может составлять около 30%. Понимая этот момент, мы знаем, что нам важно не только научить ребенка читать, но и научить его воспринимать этот текст. Как я уже сказала, что мы сегодня с вами рассмотрим, я не рассказала о содержании нашего сегодняшнего вебинара. Мы проговорим тот возраст, с которого лучше начинать ребенка читать, ошибки, которые очень часто совершают не только родители. Можно сказать, родителям это простительно, они не педагоги. Но очень часто и педагоги совершают определенные ошибки. И дальше я расскажу именно сами приемы и техники, которые, используя которые, вы с легкостью сможете научить детей читать. Ну, задам вопрос общий в чат, я призываю вас к активности. Как вы думаете, в каком возрасте лучше учить ребенка читать? Ну, вот, прям по вашему мнению или по вашему опыту, может быть, вы нам ответите на этот вопрос. Немножечко позже мы его с вами обсудим. А следующий момент, о чем мы сейчас с вами поговорим, пока, может быть, вы будете отвечать именно на мой вопрос. Мы поговорим об ошибках. Мы все с вами знаем, да, что у нас есть буква, а есть звук. Если мы с вами говорим о том, когда мы учим читать. Когда мы учим читать, естественно, мы ребенку с вами называем звуковой вариант. То есть то, что мы произносим как звук, не как буквы. А на экране сейчас вам на слайде представлен момент, да, где написано звуковой вариант. То есть ВА, когда мы складываем два этих звука, получаем ВА. Если мы ребенку предлагаем буквенный вариант, то есть ВА, да, то и ребенок у нас будет читать ВА, да, или слово «мама». Если мы предлагаем ребенку звуковой вариант, то МА, и он, складывая эти звуки, у нас получает слово «мама». Если мы предлагаем ребенку буквенный вариант, он так и будет у нас читать МА, МА, да, то есть слово «мама» у него при таком варианте никогда не получится. Это очень большая проблема, очень большая проблема, когда родители зачастую, ну, я уже сказала, не только родители, но некоторые педагоги, к сожалению, этим грешат, они называют ему, детям буквенный вариант. На моем опыте сейчас, ну, вот, сейчас, можно сказать, бьюсь с одним ребенком, он не воспринимает буквенный вариант, нам приходится все переучивать заново. Это дает большую остановку к тому, чтобы ребенок научился читать. Естественно, когда к вам приходит ребенок, и вы начинаете его переучивать, ребенок, понимая этот момент, что его начинает переучивать, родители его научили так, а педагог его начинает переучивать, у него может возникнуть, опять же, негативное отношение к чтению. За счет того, что вы просто переучиваете, естественно, родитель для него будет являться авторитетом, а тут педагог начинает его переучивать, начинает говорить, что родитель что-то сказал не так, родитель что-то сделал не так. А за счет этого, да, тоже у нас может возникнуть такое негативное отношение к чтению. Поэтому я очень часто говорю родителям, я им советую, что если вы не знаете, как это делать, то лучше этого не делать. То есть не нужно учить ребенка неправильному. Мы с вами понимаем, что научить ребенка намного легче, чем потом его переучить. Ну, давайте перейдем к моему вопросу, да, с какого возраста необходимо учить ребенка читать. Ну, первое, что мы смотрим, это, естественно, мы смотрим на готовность ребенка к обучению чтению. В среднем выделяют это то, что с пяти лет, да. Но мы с вами, я не говорю, что с пяти лет, это вот прям закон. Здесь смотрим на развитие ребенка. Мы начинаем знакомить с буквами ребенка, естественно, намного-намного раньше. Но опять же мы смотрим, вот кто-то написал, звук двух-трех лет. Мы смотрим, когда готов ребенок. К трем годам, в принципе, большая часть детей готова познакомиться со звуками. Мы называем звуки, после чего, когда ребенок воспринял звук, мы говорим ему о том, что у нас есть звуки, а есть буквы. Да, то есть у каждой буквы есть свое звуковое значение. И мы дальше рассказываем ребенку об этом. Вот кто-то пишет до школы. Да, к сожалению, сейчас, если ребенок не воспринял, не научился читать до школы, то ему будет немножечко сложнее, да, именно в школе осваивать. Вы можете себе представить, у ребенка проходит адаптация к самой школе, плюс мы его еще нагружаем тем, что он должен научиться читать. Поэтому лучше будет, если ребенок будет знакомиться с сазовыми звуками и будет осваивать начальные навыки чтения до школы. Ну, как я уже сказала, да, средний возраст считают именно обучение чтения и не ознакомиться с звуками. Это 5-6 лет. Но, опять же, мы должны посмотреть на возраст и на состояние ребенка. Готов ли он к этому или он не готов к этому. И давайте посмотрим. Дальше у нас будет такой практический блок. Это... Так, я вот тут вижу большое сообщение. Я на него обязательно отвечу и прочитаю его. Сейчас не буду отвлекаться на чат. Как же мы с вами можем учить буквы? Скорее всего, какие-то техники, методики, да, они будут вам знакомы. Может быть, что-то я скажу новое, что-то отслежу в вашей памяти. Но давайте начнем. Как мы с вами можем учить буквы? Да, но, опять же, когда мы видим, как у нас написана буква, мы произносим звук. Либо же мы сразу дифференцируем и говорим ребенку о том, что читаем мы при помощи звуков, да, и эта буква звучит вот так, но сама звук вот такой, буква такая, звук такой. Допустим, да, буква Б, звук Б. То есть, таким вот образом. Что же мы делаем? Раскрашиваем. Чтобы процесс раскрашивания не наскучил ребенку, нужно использовать для этого разные техники. То есть, мы не просто даем карандаш, да, мы можем дать ребенку краски, можем дать восковые мелки, можем предложить при помощи штампов, да, сделать большой контур буквы и при помощи штампов закрасить эту букву. Можно раскрашивать пальцы, используя пальчиковые краски. Могу сказать честно, именно пальчиковое рисование, но не только в изучении букв, оно, во-первых, развивает нашу моторику, да, у нас краски непосредственно взаимодействуют с кожей и развивают анализаторы. И еще очень часто дети говорят о том, что когда кисточка касается кожи, да, когда кисточка касается ладошек, то это вызывает у детей такие приятные ощущения, да, то есть она как бы гладит наши анализаторы кожные на наших ладошках. А также можно использовать нетрадиционные техники рисования. Это могут быть ватные палочки, это может быть сколканная бумага, это может быть фиксография, то есть чем эмоциональней будет наша работа с буквами в плане раскрашивания, тем лучше мы сможем с вами закрепить образ буквы, да, и то, как она звучит в памяти ребенка. И что еще мы с вами можем сделать? Мы с вами можем украшать буквы. Как мы это делаем? Делаем нашу букву объемной и дальше мы с вами можем ее украсть. Слева вот вы видите это тесто, да, покрашенное сверху краской, либо же техника пачкования при помощи салфеток, тоже объемную букву, мы с вами, так сказать, раскрашиваем. Можно предложить, опять же, пластилин, при помощи пластилина выложить объем нашей буквы. То есть здесь могут быть разные такие техники, при помощи которых мы с вами можем украсить нашу букву. А следующее это лепим и конструируем. Если соединить лепку с прослушиванием песен Екатерины Железновой, у нее есть прекрасная подборка, альбом музыкальный букваль, то процесс будет намного интереснее. Музыкальный букваль, он есть в свободном доступе, вы его можете найти. И, допустим, следующая песня, палочки две наклоните, наверху соедините, переклади на одна, как палатка, буква А. То есть здесь мы с вами и подключаем еще музыку, то есть подключаем еще так, и мы подключаем тот момент проговаривания, то есть ребенок говорит вслух, как он выполняет то или иное действие. Недаром, когда мы обучаем детей письмо, когда мы обучаем детей той же самой саллиграфии, мы предлагаем ребенку проговорить то, что он делает. То есть когда мы с вами проговариваем, наша деятельность запрещается намного лучше. Следующая тоже очень интересная техника, когда запоминание букв, это пишем на крупе или пишем на диске. Чем еще у нас интересна и экономна эта техника? Здесь мы с вами можем использовать любой поднос, планшет, коробку и так далее. То, на чем мы с вами рисуем, будь то это песок, будь то это крупа, это у нас многоиспользуемый момент, да? Мы с вами понимаем, что мы написали, тут же разровняли нашу крупу и дальше можем ей точно так же пользоваться. То есть, допустим, если мы с вами делали шаблон для того, чтобы вылепить на нем пескилина, то если он не заламинированный, мы уже его использовали один раз и выклинили. А тут мы с вами понимаем, что написание на крупе или на песке мы с вами можем использовать несколько раз. Опять же, здесь у нас подключается наша мелкая моторика, и таким образом мы с вами развиваем не только навыки чтения, но и развиваем мелкую моторику. Следующий очень интересный, здесь я тоже очень люблю, это лото и тень. Принцип нашего обычного лото, мы складываем будь то магнитные буквы, будь то обычные, вы можете точно так же, но это просто немножечко, ну, временно позатратнее, вырезать буквы из бумаги. И предлагаем детям, доставая из мешочка ту или иную букву, найти ее тень на распечатках, то есть вы делаете распечатку теней и теней букв, и таким образом мы с вами можем играть с детьми, да, в плане лото и тень. А еще очень интересная игра, у меня дети ее очень любят, это так называемая буква Ешка. А Ешку у нас дети могут по-разному. Давайте начнем, ну, наверное, с правого верхнего угла. Мы с вами видим коробку, на коробке нарисованы лица, и мы можем взять с вами посолинки небольшие, на которых будут написаны наши буквы. Мы детям предлагаем, смотрите, сначала мы можем просто играть с буквами, да, а потом делить их на гласные, согласные, на слезные, на слезные и так далее. А как мы играем еще раз, да, у нас есть лица на коробке, и во рту у них дырочки. На посоле мы пишем буквы, буквы тоже могут быть, да, гласные это у нас красные, да, согласные это у нас синий. И мы предлагаем ребенку назвать звук этой буквы и дать покушать эту посолинку, да, тому персонажу, какого он цвета. Ну, вот у нас девочка красного, да, мы называем звук, там, допустим, А, О, У, и эти посолинки, на которых эти звуки у нас написаны, мы отписываем в игру. Следующая. Игрушка на руке. Это левая, слева мы с вами видим такую игрушку, да, то есть мы можем сами предлагать детям говорить, да, какую букву или какой звук у нас должен съесть ребенок. Опять же, как я уже сказала, да, мы дифференцируем букву и звук. Какой звук у нас должен съесть наш персонаж. Либо же мы ребенку предлагаем надеть этот персонаж на руку, и уже таким образом он сам будет выбирать себе те звуки, да, которые он будет у нас слушать. А еще игрушка на палочке. Посередине мы видим такого монстра, да, космического. То есть, как указка, ребенок должен у нас говорить, какой звук он у нас слушал. То есть поместить в рот, там, где у нас посередине дырочка, этот звук и назвать его. Следующее, это протыкалочка. Мы предлагаем ребенку инвестировать букву на бумаге, положить лист бумаги, допустим, на ковер, мягкий диван и влечить ребенку зубочистку. Очень часто, когда я говорю об этом, как родителям, что такое у нас домашнее задание, либо вот произношение вебинаров, многие говорят зубочистка, это, ну, очень острый предмет, это опасно. Но если объяснить ребенку, что это остро, и обучить технике безопасности, то есть мы говорим, что мы не подносим к лицу, мы это делаем только вот на расстоянии вытянутой руки, то проблем не возникает. Мы просим ребенка, положив на мягкое, вы можете дать ручку, если боитесь зубочистки, то ручка просто прекрасно все это сделает, а мы просим украсить букву Д, дырочками, то есть проснуть букву либо по контуру, либо проснуть ее в середине. А для чего нам это нужно? Нам это необходимо для того, чтобы ребенок законил образ буквы. Следующее это так называемая обводилочка. Мы рисуем просто букву красками, а затем просим ребенка обвести ее другим цветом или несколькими цветами. То есть здесь у нас ребенок просто обводит, нашу букву. Следующее тоже очень интересное. Здесь мы ребенку, ну могу сказать честно, все задания интересны, а еще интересен тот момент, как вы подводите ребенка к этому заданию. Вот допустим, в это задание мы можем сказать, что вы сегодня большие сыщики, и я предлагаю найти вам следующую букву. Буква «С» звучит у нас как «П». И таким образом мы предлагаем найти ребенку эту букву, но обязательно мы произносим, как она звучит, на нашей картинке. То есть ребенок должен выделить на картинке и допустим, либо раскрасить, либо отбести, либо просто вам показать пальцы. В левом нижнем углу задание у нас немножечко полегче. Здесь у нас просто зашумленная буква, да, и таким образом мы тоже можем показать ребенку то, как она пишется. Следующее тоже очень интересное. Здесь раскраску буквы. Мы с вами видим, да, если мы раскрасим все буквы «Г» из буквы, и то на нашей картинке мы увидим грибы. То есть два гриба в левом верхнем углу. Это у нас такая раскраска. А дети очень любят раскрашивать. Мы их говорим об этом, и когда они раскрашивают определенные элементы, то, естественно, они это воспринимают тоже такое определенное волшебство. Либо вот в левом, в правом, прошу включения, в нижнем углу это у нас чебурашка, да, что если мы раскрасим, мы получим на рисунке чебурашку. Следующая очень интересная тоже игра. Игра «Мемори», она имеет большое количество разных вариантов, а здесь у нас игра с буквами. То есть мы выкладываем, вот у нас здесь квадрат 4 на 4, 16 карточек, мы можем выложить совершенно любое количество. Можем 9, можем 15, можем там просто 4 карточки для начала. Ребенок должен нас перевернуть, посмотреть, какая карточка на каком месте лежит и найти пару. То есть здесь мы находим пары букв и произносим то, как они у нас с вами измельчат. Следующая – это наша разрезанная буква. Называется «Сибири-букву». Когда мы с вами вырезаем контур нашей буквы, этот контур мы с вами разрезаем на некоторое количество деталей. Здесь мы с вами видим на экране это три детали. Может быть меньше, может быть больше, может быть вы просто букву разрезали пополам, а может быть вы там разрезали ее на 6 частей. Опять же, все зависит от возраста ребенка. И таким образом мы с вами собираем букву. То есть ребенок тоже при помощи такого момента может запомнить то, как она выглядит. Следующий, когда ребенок у нас уже знаком более-менее с образом нашей буквы, наших букв, мы предлагаем ему дописать букву. То есть у нас есть начало, и мы предлагаем ему закончить образ нашей буквы. Следующие подвижные буквы или подвижные игры. Когда у нас наше помещение позволяет это сделать, либо же нам нужно сменить вид деятельности, мы предлагаем детям следующие игры. Первое – это «Беги с буквы». Здесь мы с вами можем расклеить, если это группа или комната, прошу прощения, или класс. По классу мы с вами расклеиваем буквы и предлагаем детям добежать до этой буквы. А если это будет спортивный там зал, это будет вообще очень прекрасно. Но опять же мы с вами работаем с его технической безопасности, поэтому мы тоже не успеваем. Либо же «Покажи животное, которое начинается с того или иного звука». И дети при помощи фонтанима показывают животное, ну там, допустим, собаками, дети и так далее, как они себя ведут и что они делают. Следующее, наверное, многие из вас используют такую технику, как «Соедини по точкам», либо «Соедини по циклам», а есть еще и «Собери алфавит». Мы с вами видим картинку, да, и если ребенок будет соединять буквы в алфавитном порядке, то он получит картинку. Для удобства, облегчения всего этого задания мы с вами вверху видим наш алфавит. Он у нас расположен от «А» до «Я», и ребенок может, как бы, подсматривая на алфавит, завершить нашу картинку. Тоже такие интересные задания. Следующее – это звуковой плакат. Опять же, обратите внимание, очень часто, ну это очень полезная вещь, вы можете ее также повесить в комнате у ребенка, если вы как-то родители, да, вы можете повесить ее в классе, вы можете повесить в группе. Но, опять же, необходимо обращать внимание, как я уже говорила, многие родители этим грешат, а звуковые плакаты грешат этим еще больше. Они произносят не звуки, они очень часто произносят буквы. А звуковой плакат, вот при его приобретении, тем, проверьте, чтобы он произносил луки. Ну и давайте теперь, я вам сейчас рассказала блок, то, как мы знакомим ребенка с футбуками, как мы знакомим с образами в футбук. И сейчас рассмотрим с вами, что же мешает ребенку хорошо читать. Первое – это страх перед неудачей. У детей младшей школы, от которых учителя и родители, близких успехов. И успехи в чтении, и блатюр, и желание брать книги в руки. То есть он попробовал, у него сразу не получилось, и у него начинается такая блокировка. Он боится, что у него не получится в очередной раз, и, соответственно, он даже не пытается. А следующее – это минимальное распознавание слов и послоговое чтение, особенно в длинных словах, даже у детей, которые по словам уже не читают. Очень часто дети боятся больших слов. Даже ребенок может читать, он читает большие слова, он уже читает не по словам, он хорошо это все собирает, соединяет, но при этом ребенок боится даже начать читать большое слово. То есть когда мы с вами подбираем тексты для того, чтобы дети читали, мы стараемся выбрать тексты, ну, во-первых, мы всегда выбираем их по возрасту, а для ребенка, который только начинает читать, мы стараемся выбрать тексты, где у нас есть короткие слова. Слова, чтобы ребенок мог не разбивать это слово на слоги, а произносить сразу. То есть мы создаем ему ситуацию успеха. А когда он привыкнет к этой ситуации, соответственно, он будет у нас уже и другие слова читать очень быстро. А следующее – это неправильная постановка дыхания. Дети тратят время на то, чтобы набрать легкий воздух и теряют неправильно выдыхая. То есть здесь мы учимся правильно дышать. Также большие паузы между словами. Чем ниже скорость, тем хуже понимание текста. Когда ребенок, ну, почему у нас дети еще очень часто долго делают домашние задания? Он начал читать это задание, а в конце задания он уже забыл, что он читал. Именно большие паузы между словами, они тоже снижают скорость чтения. За счет этого ребенок хуже у нас читает. И такая проблема нынешнего времени – это рассеянное внимание. Ребенок распознает слоги, но не может удержать в памяти несколько слов. А такое чтение называют механическим. То есть, как я уже говорила, да, ребенок может читать с большой, с хорошей скоростью, но при этом не воспринимать слова. По своей книге, кольцо ускорения, знаете, посчитало, что ученик 8 класса, имеющий скорость чтения 38 слов в минуту, затратит на выполнение домашнего знания 9 часов. Исследования показали, что среди быстро читающих детей 55% учащихся учатся на хорошо и отлично. А среди медленно читающих каких единиц? Вы можете себе представить, насколько ребенку сложно учиться хорошо при условии того, что он медленно читает. Увеличение скорости чтения происходит главным образом в начальных классах. Первые 34 года скорость возрастает на 70 слов, а далее только на 20-30. А сейчас, даже если и приходят читающие дети в школу, они, допустим, уходят на подготовку к школе, они умеют читать. Но дальше, если с ребенком не заниматься, мы с вами понимаем, что скорость чтения, она, естественно, падает. Сейчас на экране вы видите, норма скорости чтения – это средние нормы. А в каких-то школах есть свои нормы. Допустим, в гимназиях, естественно, эти нормы выше. Мы отлично это с вами понимаем. Это средние нормы скорости чтения. И есть непродуктивные скорости чтения. Это когда ребенок читает побуквенно или отрывится с логова. А продуктивные – это когда у нас ребенок читает плавно, плавно с логово со целостным прочтением. То есть он у нас плавно соединяет все наши слоги и чтение целыми словами. Когда у нас ребенок уже не с логово, а полностью читает целыми словами. При помощи чего мы с вами можем учить читать? Первый момент, первое то, что нам помогает – это наши слоговые таблицы. Слоговые таблицы строятся следующим образом. Мы с вами видим, да, то есть по столбике у нас второй звук всегда «и». Если мы с вами говорим о строке, да, то первый звук у нас везде одинаковый. То есть таким образом ребенок у нас запоминает первый звук и уже подставляет второй. Либо же запоминает второй и меняет только первый. Это то, с чего мы с вами можем начинать. Следующий момент – это короткие слова. Допустим, чтение коротких слов. Мат, кот, пух и так далее. Или же чтение предложений. Но опять же, эти предложения, как я уже говорила, на первых порах обучения чтению, мы с вами выбираем предложение, где очень короткие слова. Допустим, «со», 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 «ус». Мы все видим, да, что не больше четырех звуков у нас с вами находятся в слоях. Следующее такое лото. Здесь оно у нас не в разрезанном виде, а вообще можно его распечатать и разрезать. Предложить ребенку, допустим, в руку слова. Он читает слово, а на столе у нас разложены картинки этих слов. И подобрать картинку к слову, допустим, «рак». Он у нас на столе находит, как изображен у нас «рак» и складывает их вместе. То есть здесь мы подобираем картинку к слову, которое назвал ребенок. Следующее вот такое вот тоже задание. Здесь, опять же, наши короткие слова. Здесь они у нас состоят из трех букв. Ребенок читает и соединяет картинку с тем, что у нас написано именно словами. Следующее – это наши пазлы. Все эти задания есть в интернете в свободном доступе. То есть здесь ребенок должен подобрать. Слева мы видим одну часть пазла, посерединке другую часть пазла. И ребенок соединяет наш так называемый пазл и записывает его в клеточке. Либо же «Свари суп» или «Компот». Мы с вами вверху видим кастрюлю слева, справа мы с вами видим чашку. И предлагаем ребенку распределить название, будь то это продукты, либо же вода у нас нужна и туда, и туда определяем. И предлагаем ребенку сварить суп или компот из определенных ингредиентов. То есть он должен посчитать, что же у нас на сне сона, и отправить этот ингредиент либо в кастрюлю, либо в чашку. Еще есть интерактивные игры, которые помогают тоже детям освоить навык чтения. Сейчас у нас век современных технологий, век гаджетизации. И здесь у нас слово поделено на слоге и предлагается ребенку составить, что уже нарисовано у нас на картинке. Здесь у нас с вами слог, то есть у нас ребенок добавляет и соединяет из двух кусочков наше слово. Либо же вот таким вот образом у нас слева мы видим утку, а справа нужно составить слово «легка». То есть ребенок должен выбрать слово, которое у нас находится рядом с твоим воздушным шаром. Еще очень, ну, такая, наверное, старая техника, ее используют, наверное, уже все. Она называется «одинаковое начало» или «одинаковое окончание». Когда у нас слово заканчивается на один и тот же звук. Как я уже сказала, ребенок привыкает к тому, что у нас одинаковое окончание и читает только первый слог. Допустим, «сок», «ток», да, он читает только начало и понимая, что добавляем мы один и тот же звук к нашему началу слова. Либо же у нас может начинаться с одного и того же звука наше слово, и мы добавляем только окончание. Здесь несколько, да, ну, два варианта. Следующая очень интересная такая игра, не текст. Здесь у нас читаем по слогам, учимся читать по слогам новые слова. Вот такие вот карточки. Карточки можно сделать и самим. Мы вначале предлагаем ребенку картинку, допустим, вот как мы видим на экране. Это груша, да. Предлагаем найти ребенку те элементы, из которых состоит наше слово, да, то есть груша. И таким образом ребенок произносит, опять же, очень важно, чтобы ребенок произносил слово в слог. Он не просто смотрел на него, да, как оно написано, а именно проговаривал. То есть когда мы учим детей чтению, мы проговариваем то, чему мы учим. Следующая очень интересная такая серия игр, вот мы с вами видим, да, первое, это читаем слова слоги, потом читаем по слогам и уже читаем предложениями. Такая серия игр, она есть не только касаемо чтения, она есть и математика и так далее, но так как тема у нас слова чтения, я выбрала именно это. Итак, здесь ребенку предлагается вверху, да, картинка, внизу само слово, либо слова, либо слова. А ребенок собирает картинку и уже смотрит, что же у нас написано внизу. То есть картинка является как бы таким подсказчиком, чтобы правильно сложить наше слово, да, а внизу мы его уже читаем. Вот таким вот образом у нас с вами могут выглядеть все эти наши картинки. Следующее это слова из трех букв, да, когда у нас не хватает такого-то звука, и мы дописываем то, как выглядит этот звук в буквенном восприятии, да, вот таким вот образом. Следующее это латой лабиринт, здесь у нас следующим моментом делается, допустим, мы с вами видим шапку нарисованную, да, справа написано слово мишка. Мы с вами ищем картинку, где у нас нарисован мишка, накладываем ее и читаем следующее слово, которое написано рядом с мишкой, да, кошка. Дальше мы ищем картинку кошки и так далее. Таким образом мы с вами получаем такую семейку, такой лабиринт, да, дети очень любят собирать эти лабиринты. Следующее соберись слова. Мы с вами видим у нас раскиданные буквы и предлагаем ребенку правильно записать, да, допустим, первое слово у нас глупы, второй язык и так далее. То есть буквы у нас перемешаны, но это опять же, когда у нас ребенок уже освоил то, как видит он тот или иной звук, правильность. Следующее это соберись слова. При помощи стрелочек у нас с вами написаны слоги и при помощи стрелочек у нас ребенок должен соединить слова. То есть мы с вами окончание другого слова, начинаем его читать, добавляем другой слог и получаем уже новое слово. То есть тоже такой, как бы лабиринт. Следующий момент это похожие слова. Здесь у нас нарисована картина, да, и написано картина и картина. Ребенок должен определить, какое же слово у нас правильное и какое слово мы зачетливаем, какое слово оставляем. Это у нас развивает и внимание, и очень часто дети начинают, как бы, додумывать то или иное слово. Вот чтобы этого не происходило, у нас с вами есть такое задание на внимание. Еще очень любят дети, так называемые, шифры, когда они у нас уже знают счет, допустим, до десяти. Соответственно, мы с вами предлагаем ребенку, справа мы видим картинку, да, и предлагаем ребенку расставить наши буквы по порядку. Потом прочитать, что у нас с вами получилось. Либо же прочитать слово по первым и последним звукам или куклам. Здесь, допустим, у нас с вами нарисована картинка. Мы с вами выбираем первый звук, мы записываем его в клеточку. И после чего читаем, что же у нас с вами получилось в наших клеточках. Следующее, чем отличаются слова. Как я уже сказала, очень часто дети додумывают и пропускают некоторые звуки. Допустим, мы с вами можем составить такие карточки по парным словам. Допустим, машина, малина. Ребенок должен определить, каким же звуком и где стоит у нас этот звук, чем отличаются эти слова. Допустим, лук, жук. Здесь ребенок должен определить, что первый звук у нас отличается в этих двух словах. Или, допустим, коса, коза. То есть здесь тоже он должен определить этот звук. Опять же я говорю о том, что необходимо обращать внимание ребенка на то, чтобы он произносил вслук то, что читает. Следующее такое интересное пособие – это гид. Самый легкий способ, чтобы он научиться читать. Здесь у нас с вами следующий момент. Выглядит диск вот так вот, несколько ступеней. Здесь их три представлены, но еще с одной стороны там четвертая ступень. То есть у ребенка крутится диск, их это очень заинтересовывает. И сначала слева мы читаем слог, а потом мы правее читаем слово с этим словом. То есть таким образом ребенок проходит круг, у него меняется слог, и он читает новые слова. Следующий момент еще важно, то, как разделено у нас при обучении и чтении слово на слоги. Если у нас разбито оно, такая техника, когда черточки, то есть зрительно у ребенка уже само слово разбивается на эти слоги. Ребенка потом очень сложно охватить эти слоги и воспринимать. Удобнее, если будет слово у нас разбито вот таким вот образом. То есть внизу мы с вами видим такую скобочку и точечку. То есть мы говорим, что если скобочка, то мы соединяем к этим звукам, если точечка, то останавливаемся. То есть мы соединяем первый и второй звук, и третьим звуком мы с вами заканчиваем. Как я уже сказала, очень важно обратить внимание на то, как будет поделен текст. Именно мой опыт показал, что если текст поделен вот таким вот образом, так на экране, а не просто черточками, таким образом ребенку потом проще воспринять целостное слово. Соответственно, ему будет и проще не только воспринять целостное слово, но и проще читать. А еще вот таким вот образом, допустим, мы с вами тоже видим. Здесь у нас если просто не соединяется, то это у нас полосочка такая, палочка. А если соединяется наш звук, то это у нас с вами скобочка. Если звук один, то у нас это точечка. Еще можно вот таким вот образом делить наши слова на слоги. То есть это не горизонтальная дефис, да, это у нас вертикальная полоска. Таким образом тоже резонку проще воспринимать то слово, которое у нас с вами написано. Еще очень интересная книжка-игруска для детей, которые уже умеют читать отдельные слова. Ну и для всех, кто любит посмеяться, составляя, допустим, какие-то смешные, небылицы. Автор этой книжки, Евгения Хац, выглядит она вот таким вот следующим образом. Книжку, естественно, вы можете сделать и сами, но вот книжка, которая представлена сейчас на экране, это авторство Евгении Хац. Таким образом она может быть полезна детям, ну, вы можете ее делать в самом начале обучения, да, а потом использовать и в русском языке. Почему? Потому что здесь мы с вами можем изучать и части речи. Мы с вами видим, да, допустим, толстая гусеница прячется в саду. То есть картиночки различные, да, и, как я уже сказала, в дальнейшем это может быть изучение части речи. Ребенок перекидывает, допустим, в следующую карточку и получает уже новое предложение. То есть на месте гусеницы может быть кто-то совсем другой. Она может там не прятаться, а там бежать, она может там сидеть и так далее, да. Могут быть прям такие смешные какие-то небылицы, которые нравятся детям. Естественно, ребенок будет с интересом читать эту информацию. Следующее это у нас убери предложение. Когда просто на карточках у нас написаны слова, вы произносите какое-то предложение, и из этих слов ребенок должен уже прочитать, составить то или иное предложение. Да, допустим, рыба живет в воде, там, кошка сидит на полу, я люблю гулять. Или же там, ну, разные вариации могут быть. И после чего вы можете сначала сами произносить предложение, а потом предложить ребенку уже непосредственно составить самому какие-то предложения. Также еще очень интересно это предложение тех, кто с картинками. Когда ребенок начинает читать то или иное предложение, потом вместо слова он произносит то, что нарисовано на картинке. Допустим, да, третье подарили куклу, у Сережи новый велосипед. Еще очень важный момент обращения внимания. Вот слева вы видите, да, в зоопарке, допустим, предложение, в зоопарке живет соль. Первый класс обязательно, чтобы была буква не Е, а Ё написано, Ё прямо с точками. Потому что ребенок, естественно, он не будет дифференцировать Е и Ё, он будет читать как Е. На это тоже обращайте внимание. Следующее еще, как можно заинтересовать ребенка, да, повысить мотивацию именно к чтению. Следовые интересные моменты. Допустим, письма, если было героя с заданиями или советом книги. Вы можете подкладывать эти письма, да, составлять какие-то задания, либо советовать какую-то книгу, что там, допустим, свой или его героин, ну, пусть там, не знаю, допустим, пони, если это девочка, что там, пони такая-то, можно там даже картинку написать, письмо, советую тебе почитать вот такую-то книгу. Следующий момент – это оставить чтение на самом интересном месте. Если вы читаете ребенку, да, то есть вы можете оставить в самый захватывающий момент, положить мишку на видное место, и ребенок, возможно, сам захочет зачитать этот или иной рассказ. Следующее – это читать по строчке, читать по очереди, то есть строчку читаете вы, строчку читаете ребенок. А следующее – это читать, что нравится ребенку. Как я уже сказала, будь то комиксы, будь то там какие-то анекдоты, будь то там вырезки из газет, еще что-то. Ну, мы предлагаем ребенку читать то, что нравится. Ну, естественно, если это не противоречит закону. Следующее – это советы для успеха. Какие же советы, ну, можно дать, опять же, чтобы замотивировать ребенка в чтении. А чтобы сделать успешность ребенка в чтении наглядной, полезно вывесить на стене экран прочитанных книг, где ребенок сам будет отключать прочитанные книги. Устроить высотку рисунков по мотивам прочитанных книг и предложить ребенку прокомментировать свои рисунки. Читать по 15-20 минут в день, так как внимание рассеивается, ребенок утомляется. Таким образом, мы не отобьем у ребенка желание к чтению. Да, мы лучше по чуть-чуть, но часто, чем один раз и все это время. Читать в спокойной обстановке и вести диалог о прочитанном. Для того, чтобы вести диалог о прочитанном, да, зачем нам это? То есть мы не просто прочитали и отложили этот момент, а мы обсудили его. И ребенок будет понимать, что это важно и это интересно. Как же помочь ребенку? Развивать у него способность предугадывания, не ждать, пока он прочитает слово про себя, а научить узнавать образ. Помочь ребенку поверить, что он может читать лучше, показать, что в каждом днем он делает шаг вперед, развивать память, внимание, восприятие, использовать принцип нарастания и усложнения, нельзя давать, да, сразу непомерную нагрузку, для того, чтобы не отбить у ребенка желание чтения. Это точно так же, как я уже говорила, да, о том, что мы даем ребенку сначала тексты с короткими словами. Следующее упражнение – это для развития скорости чтения. Что у нас? Многократное, то есть за определенный отрезок времени читается один и тот же отрезок текста, и ребенок должен почувствовать свой успех. Однако мы с вами обращаем внимание, что больше трех раз не следует читать один и тот же текст, чтобы он не надоел ребенку. Следующее чтение – темп из проговорки. Основное требование – это четкое произнесение слов и длительность упражнения до 20 секунд. Следующее выразительное чтение с переходом на незнакомую часть дается установкой не на скорость чтения, а на выражительность. Ребенок вырабатывает определенный темп и плавно переходит уже на незнакомую часть текста. И бесчеркное семейное чтение. Психологи утверждают, что дело, которое было последним событием, дня фиксируется эмоционально в памяти. И таким образом вы сможете, да, там 10-15 минут проводить, опять же, вместе с ребенком ребенок будет понимать, что это важно, и он запомнит именно эмоционально то, что было у него перед сном. Но по основной информации, которую мне сегодня хотелось с вами дать, я рассказала, сейчас вот я вижу сообщение от Ирины, пока я завершаю вебинар, ну, свою связь, вы можете задать какие-то вопросы, и я сейчас прочитаю сообщение Ирины, и если там есть вопрос, я отвечу на него. Да, Ирина, вы говорите о том, что по практике чтение не должно быть оторвано во времени от письма. Да, могу сказать честно, из моей практики тоже мы всегда соединяем письмо с чтением, но знакомство с буквами, естественно, мы знакомство со звуками и образом буквы мы можем начать раньше 5-6 лет. Когда мы с вами обучение чтения к нему подключаем именно написание, естественно, оно идет быстрее и лучше. Учим ли мы в детском саду писать буквы? Опять же, смотрите, какой момент. Писать мы учим, ну, допустим, мой центр учит на подготовке к школе. Это первый момент. Это за год до школы. Как мы учим? Мы учим писать только печатные буквы, именно печатные буквы, потому что все школы имеют именно возможность, разные методики обучения, написания именно подписных букв. Поэтому мы учим писать только печатные буквы. Опять же, смотря по какой программе вы идете в детском саду, но пишем только печатные буквы. Если и учите, то только печатные. Следующее. Эффективность для оценки к готовности... Так, сейчас убегает чат. Прошу прощения. Смотрите, опять же, для оценки готовности ребенка к обучению чтения. Здесь вы смотрите на уровень развития внимания, на уровень развития памяти и на общее состояние ребенка. Так, ну, надеюсь, что моя информация, которую я сегодня вам дала, была... Так. Интересно и полезно. Смотрите, Дмитрий, здесь у нас происходит эффект новизны, то есть вы видите незнакомую часть текста. Ребенок, отвечая на вопрос Дмитрия, да, какие психологические механизмы задействуются при выразительном чтении с переходом на незнакомую часть текста. А здесь возникает эффект новизны, то есть когда ребенок читал уже этот текст, он начинает его читать выразительно, понимает, что у нас здесь есть новый текст, соответственно, он начинает с большим интересом воспринимать этот текст, так как текст был ему до этого незнаком. Ну, надеюсь, на все вопросы, насколько я вижу... Так, второй вопрос от Дмитрия. Как можно адаптировать методы обучения и чтения для детей с различными уровнями подготовки? Не совсем понимаю вопроса. Я думаю, что техники, которые я дала, они просто подбираются по возрасту для того, чтобы обучить детей читать. К каждому уровню подготовки мы, естественно, выбираем ту или иную технику. Какие инструменты диагностики позволяют оценить мотивацию ребенка к семье и его интерес к литературе? Тут, к сожалению, не могу вам сейчас прям подобрать инструменты, но я думаю, по тому, как ребенок читает, с каким интересом вы сможете оценить и без именно каких-то таких прям методов диагностики. Вы понимаете, что интересно ребенку и что он выбирает. Ну, наше время, сегодняшний вебинар подошло к концу. Я надеюсь, информация была интересна и полезна. Я буду завершать наш сегодняшний вебинар. На сегодня у меня все. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok